Добрый вечер, уважаемые журналисты. Закончился очередной матч чемпионата континентальной хоккейной лиги, чемпионата России по хоккею, в котором московский «Спартак» принимал Донбасс из Донецка и одержал победу со счетом 3-1. По традиции первое слово предоставляем главному тренеру гостей, пожалуйста, Юлиус. Поздравляю коллеги команды с победой. Мы сегодня играли в одну из самых худших игр. Команда выполнила игровую задачу. Можно сказать, что ребята не сконцентрировались, плохо настроили на игру. В этом году саморачивали о том, что азарт не такой, как должна петь на уровне Калахарова. Конечно, я считаю, что Ирина Руценко, соперника, была, которая имела большое влияние на то, что нельзя играть просто и на полных парах. И при счете 0-1 нельзя просто играть по силам, выступать. Вроде сами себе, два гола привели и третий уже просто играет на ворота. Ну, просто немножко я расстроен с того, что сила команды, конечно, играет по-другому. Поэтому все впереди у нас. Спасибо. Спасибо. Слово представляется главному тренеру Спартака. Пожалуйста, Федор Леонидович. Ну, я поздравил команду, в общем-то, с долгожданной победой. Скажем так, что шансы сегодняшней игры были, в общем-то, равные. Мы достаточно хорошо работали во второй половине игры. Мы, в общем-то, делали ошибки позиционного плана, особенно в первом периоде. И, в общем-то, трепозиционное обороне в зоне. И, в общем-то, два в один у нас был выход в первом периоде. Ну, а что, я, наверное, порадуюсь этой первой победе. У вторых, я скажу так, что хоккей такая, в общем-то, интересная и сложная игра, что здесь, в общем-то, многое влияет на результат матча. И, в частности, сегодня я скажу, что те моменты, которые имел противник, зачистил вратарь наш сегодня, это, конечно, предолом и уверенность, в общем-то, в себе в концовке. И я видел, что команда хотела отблагодарить его за его сегодняшнюю работу. Ну, и, в общем-то, первая игра Козлова. Мы понимали, что не ждали от него супер-игры, но то, что разумными действиями он помог сегодня нашей команде, вот, однозначно. Спасибо.